Это свидетельство одной семьи, семейной пары, у которых был большой кризис в отношениях. И настал такой момент, когда они считали, что их отношения спасти невозможно, нереально, что это был полный конец, это был финиш их брака, всё завершилось, всё закончилось, и у них уже были на руках бумаги на развод, они готовы были их подписать. И, собственно, по этой теме и будет молитва, потому что Бог исцеляет не только физические тела, мы все это знаем, Бог исцеляет души, Бог исцеляет отношения, и для Него нет чего-то слишком мёртвого, чего бы Он не смог воскресить, для Него нет чего-то слишком разрушенного, чего Он бы не смог восстановить. И эта история, она ведь не единственная, их очень много, но она является как раз хорошим свидетельством и показателем того, что когда человеческими глазами всё действительно безнадёжно, вот просто Бог вмешивается, когда Богу позволяют мешаться, и Он творит всё новое. И невозможно это объяснить по-человечески, но Он знает, как это делать, и Он творит всё новое. И эта семья, молодая семья, они прожили в браке всего лишь полгода, и все эти полгода, то есть они вспоминали, что это был для них просто какой-то ад. Они не поняли, как это произошло, то есть они пока общались, пока встречались, вроде бы было всё нормально, но как только они соединились, стали одной семьёй, оказалось так, что поднялось, всплыло на поверхность очень много каких-то личных душевных ран, душевных травм, всё это, знаете, начало, ну ещё сталкиваться друг с другом, вот, и они просто не могли находить общего языка. У них были постоянные ссоры, постоянные споры, они спорили обо всём просто, вот, казалось бы, на ровном месте, просто не могли найти никаких точек соприкосновения. И, то есть за эти полгода муж стал очень, очень таким, ну, обозлённым, очень злым человеком. Он же не замечал, как просто, ну, единственное, что он говорил своей жене, это были оскорбления, это были какие-то прямые угрозы, это были обзывательства, вот. И это всё при том, что вроде бы они были христианами, христианами, ну, знаете, вот был такой тяжёлый период жизни, в который они как-то отдалились от Господа, и всё больше и больше отдалялись друг от друга. И ввиду таких обстоятельств, что всё было так сложно и безнадёжно, естественно, жене было от этого очень больно, что её муж был очень грубым, он стал очень манипулировать, вот. И она просто, как это бывает, нашла человека, который был готов её выслушать, поддержать. Это оказался начальник на её работе. Он просто видел, что у неё какие-то проблемы, он её поддерживал, выслушивал, то есть понимая, что дома её оскорбляют, он делал ей комплименты, подчёркивал её хорошие стороны. И так произошло, что у неё даже завертелся роман с этим начальником. То есть вначале это было только эмоционально, и в какой-то момент это переросло в физический роман. И она себя поймала на мысли, когда это уже произошло, что вот, это уже случилось. И ей стало так больно, так стыдно перед Господом, что это случилось, но она вот не понимала, как даже до этого дошло. И в то же самое время, несмотря на то, что ей было больно и стыдно, в этот момент она как бы оправдывала себя перед Господом, что всё-таки мой муж такой ужасный человек. То есть я бы такого никогда не допустила, если бы не такая ситуация. То есть наш брак действительно с ним просто покончено. И в это время они действительно уже ожидали бумаги на развод. Просто адвокат занимался этим делом, нужно было выжидать какое-то время. И вот настал тот день, когда им пришли эти бумаги, чтобы подписывать. И вот что самое важное, что самое интересное, за неделю до этого, до того, как пришли эти бумаги на развод, они оба приняли решение уйти в тайную комнату и пообщаться с Господом по этому вопросу за неделю, до того, как их подписи должны были быть поставлены. И позже они делились, что вроде бы времени оставалось немного, одна неделя, и казалось бы, что всё было уже таким безнадёжным, но в их тайных комнатах Господь начал что-то делать. То есть с мужем он работал, и впервые в жизни муж действительно начал задумываться и вообще пересматривать свою роль, какую роль он сыграл во всём том, что с ними произошло, да как до этого у них дошло. То же самое и жена. То есть она сама начала осмысливать, переосмысливать свои поступки, своё поведение. Господь касался их сердец. И они договорились встретиться в последний раз, перед тем, как поставить подписи, чтобы поговорить о том, ну вообще, то ли они ставят подписи, то ли есть ещё какой-то шанс, хотя понимали, что, скорее всего, его нет. И они сели, и начали общаться. И они делились, что в тот момент, чего они совершенно не ожидали, сошло невероятно сильное Божье присутствие. И они оба его ощущали. Очень ощутимое, осязаемое, тяжёлое Божье присутствие. И жена впервые, то есть призналась мужу, она исповедалась, она начала искренне раскаиваться, плакать, просить прощения за то, что у неё произошёл этот роман. Муж впервые об этом вообще услышал, и он был шокирован. И он говорит, но я совершенно не ожидал. После двух минут шока моё сердце наполнило невероятная Божья любовь. Как будто Бог загрузил в меня эту любовь к моей жене, и я готова ей отдавать эту любовь. И он говорит, всё, что я придумал в тот момент, я пытался что-то придумать, как вообще отреагировать на всё это. Говорит, всё, что я придумал, я вышла на несколько минут из комнаты, жена не знала, что ожидать. Говорит, я взял миску, наполнил её водой, и пришёл омывать ей ноги. И жена делилась, что в тот момент, естественно, она этого совершенно не ожидала. Она чувствовала себя настолько принятой, настолько прощённой, что несмотря на то, как она поступила, несправедливо, неправильно, но она чувствовала себя такой принятой и прощённой. Но при том, что она подчёркивала, что на тот момент, когда она раскаивалась перед мужем, с тем романом было уже покончено. То есть она его разорвала, она его полностью оборвала и действительно пришла искренне раскаяться перед мужем. И тот день, то есть, ну, как бы, да, мы представляем, то есть он стал переломным. То есть они оба расплакались, они сидели, они каялись перед Господом, каялись перед друг другом, просили друг у друга прощения. И в итоге, в итоге, на сегодняшний день эта семья, которая уже много лет с того момента прожила вместе, и Бог действительно восстановил их отношения и, знаете, в тот момент, как бы, подарил им новое начало. Он сотворил новое. Естественно, я думаю, все мы, ну, здравым смыслом, понимаем, что им пришлось потрудиться, да, ещё и над своим характером дальше и так далее. Но Господь запустил, Он сделал вот этот запуск. Он действительно подарил им это новое начало, загрузил у них эту любовь, которую они уже давно потеряли и которой не было. И вот на сегодняшний день они счастливая семья, у которой сегодня трое детей. Они любят Господа, они очень близки с Господом, служат Господу, верно следуют за Ним. И, знаете, если вспомнить предисловие, да, ну, насколько была сложная ситуация, возможно, многие люди уже бы не захотели решать такую ситуацию. Но, знаете, они пришли в тайную комнату, чтобы, ну, в последний раз, как бы, спросить Божье мнение. Возможно, это ещё можно как-то восстановить, хотя это выглядит просто невозможным. И Господь сотворил новое.